Для любителей сидеть на бутылочке прям посвящается этот раскладик, с радостью бы посмотрел. Не выговорится здесь, если честно. Да хуйня, ладно, бывает. Бывает. Не расстраивайся, гонишься. Да, конечно, чё подумаешь, ничего такого. Естественно, я расстраиваюсь, дружище. Во-первых, денежки люди закинули на интересную катку. Хотелось, ну, как бы конкурентной игры там, с особнячком, там, победить, в центр попытаться запушить, да, ещё что-то. Играешь весь на скиле, пробиваешь ювелирную охрану. Раз, два. Три. А там залупа, и тут какой-то хрен из кустов. Саня, да не переживай. Да иди ты нахуй. Для Б. Грознов, просто пятюньку, брат. Пятюньку, просто, просто пятюньку. Обнял тебя, дядька. Прям чётко, особенно вот эти все не расстраивайся, знаете, когда подходят там к спортсменам и говорят им там, не расстраивайся. Или к людям, которые, бля, жизнь свою накатку ставят. Потому что самое, что можно только хуёвое сказать человеку, который отдаётся делу, это, блядь, не расстраивайся. Это, то есть, это самое, это, ну, типа, имеется в виду, как сказать, это именно триггернуть так можно только. Вот, ну, не плачь, Маруся, нормально, а вот именно не расстраивайся, это пиздец. Это прям самое лютое говно, которое можно под руку спиздануть вообще, то есть, в теории. Причём, искренне-то понятно, что человек, который это говорит, он-то как бы добра желает. Но вам хоть раз, вот, братишка, который меня смотрит, да, ты хоть раз когда-нибудь пробовал что-то делать, вот, отдаваясь этому полностью. И когда у тебя, допустим, что-то не получалось, помогала ли тебе фраза «не расстраивайся от проходящего, там, где-то мимо человека или какого-то знакомого». Естественно, ты ему говорил «да пошёл ты нахуй», и это нормально.